Мои хорошие, всем огромный привет! Сегодня у нас с вами будет видео про кремы для рук. Я вам покажу все кремы для рук, которые у меня есть сейчас здесь в деревне. Дома и на работе у меня также есть много разных кремиков для рук. Это, наверное, один из моих таких самых любимых уходовых косметических средств, потому что руки постоянно нуждаются в уходе, в заботе. И наши ручки трудятся, наши ручки соприкасаются с различными средствами стирки, уборки. Поэтому я покупаю кремы часто. Я также просто люблю пробовать что-то новое. Ну и у меня большой расход. Все, что я покажу, эти все тюбики у меня на данный момент открыты. Что-то было у меня, что-то в машине, что-то в косметичке, что-то в моем дорожном рюкзаке. Несколько было там в ванной на полочках. То есть здесь будет много кремиков. Можно сказать, да, вот покажу. Это не запасы, это ровно то, чем я пользуюсь. И цветочки не случайно. Я не знаю, когда публикую это видео, но сегодня у нас на дворе 1 мая. Мир, труд, май. Я всем желаю мира в душе весны. И вы знаете, я бы что поняла, что май, мой любимый месяц, уже тепло, но нет жары. Так все красиво расцветает. Мои хорошие, не буду затягивать. Давайте начнем с первого крема, который ждет своей очереди быть представленным. Я вот о нем вспомнила. Он как раз находится у нас в машине. Этот церавей был приобретен под влиянием YouTube, можно так сказать. Я у некоторых блогеров, на которых подписано, увидела что-то из этой марки. Хочу сказать, что достаточно средства дорогое. Вот из минусов я назову его цену. Скажу, что это крем, на мой взгляд, обычный. И повторять я эту покупку не буду. Но тем не менее, под влиянием, мне, повторюсь, любопытно узнать что-то новое, я приобрела вот такой крем. Его производят во Франции. Здесь вы можете посмотреть его активные компоненты, которые в этом креме. Это и церамиды, это и гиалуроновая кислота. Из плюсов этого крема. Он абсолютно без отдушек. Вот кто любит кремы, которые не пахнут, то здесь, если есть, то такая легкая-легкая какая-то аптечная отдушка. Но я практически, это прям если прям внюхиваться. Крем без отдушек. Он гипоаллергенный, он быстро впитывается. Можно сказать, да, он мгновенно дарит ощущение комфорта. Он густой достаточно, но, повторюсь, быстро впитывается. Но мне вот он прям не понравился. Наверное, я отношусь к той категории, кому важен. Что вообще, давайте так, критерии, да. Что, чего я жду от крема для рук. Я люблю кремы дневные, это увлажняющие. На ночь люблю питательные кремики, ну и, соответственно, по сезону. И, конечно же, по состоянию своей кожи. Я чувствую, вижу, что нужно в данный момент. Сейчас я много работаю на грядках, в огороде, в теплице, плюс тут ветер. Гоняем на велосипеде, кожа где-то грубее, это вветрилось. Я люблю более такие плотные, жирные текстуры. Если я нахожусь на работе, то этот крем должен быть увлажняющий, чтобы он быстро впитывался, дарил ощущение комфорта, не оставлял никакой липкости, жирности. И я не люблю ощущение пленки на руках. То есть, вот такое, чтобы крем заботился, ухаживал за ручками, дарил ощущение комфорта. И для меня важно, как крем пахнет. Я любитель вкусняшных таких ароматов. Так что вот такая покупка, девочки. Значит, мне что-то хотелось попробовать от этой марки. И этот крем был самое дешевое, что было в этой марке. И я не буду вас обманывать, но он стоил рублей, наверное, 500. Я не повторю такую покупку. Я рада была познакомиться. Я имею полное такое представление об этом продукте. Выбрасывать, конечно, не буду. Вот он живет в машине и какие-то дальние поездки. Если вот, ну, в общем, хочется ручки помазать, он лежит в бардачке. Следующий крем мне очень нравится. Это Vitex белорусская марка. Алоэ вера. Крем для рук питательный. Он разглаживает, питает кожу рук, придает упругость. Этот крем мне очень нравится. У него большой объем 150 мл. В составе сок алоэ, масло виноградных косточек. Это как раз те компоненты, которые направлены на увлажнение, на придание мягкости, эластичности кожи. Очень мне нравится. Вот по всему приятная текстура, приятный аромат. Такую покупку я повторю. Мне нравится. У меня что-то было еще от Vitex. И тоже мне очень понравились средства. Следующий тоже был крем покупка под влиянием YouTube. Мне нравится видео формата фавориты месяца, фавориты года. И очень многие девчонки, на которых я подписываю, хвалили этот крем. Это Nivea, крем для рук, увлажнение и смягчение. Алоэ вера и масло с жуба активной компонентой. Объем 75 мл. Ну, что из плюсов? Из плюсов. Приятная текстура, нежная отдушка. Из минусов. А, ну и цена. Он достаточно мне бюджетно обошелся. По-моему, я его брала по акции. Может быть, в магните или в пятерочке. Не помню. То есть, цена приятная. Из минусов. Не было защитной. Не был зафольгирован. И мне вот он все-таки какую-то, по моим ощущениям, оставляет пленку. То есть, моим рукам некомфортно. Он не сразу впитывается. Что-то такое какое-то, как-то вот утяжеляет кожу. Мне не очень это комфортно. Я такую покупку не повторю. Периодически мне хочется что-нибудь от Nivea. Я покажу в этом видео такую классику, которую у меня есть. Попробовала. Очень много на него положительных отзывов. Это говорит лишь о том, что мы все индивидуальны. Наша кожа, наше пристрастие, наше вкус и все разное. Кому-то нравится. Ну, попробовала. Спасибо. Домажу. Выбрасывать, конечно, не буду, но не повторю. Среди кремиков тоже вот я положила. Просто это средство для ухода за руками. Такое маслице для зоны, где кутикула. Мне подарили два на день рождения, на 8 марта. Коллеги подарили. Поэтому мне один дома есть, а один в моей дорожной косметичке. Здесь экстракт персика, манго. Что там еще? Витамины. Очень удобная штучка. А то пиаи вот с такой кисточкой выкручиваешь. Здесь маслица выходит. Замечательное средство. Отлично смягчает кутикулу и придает такой ухоженный вид рукам. Крем для рог. 7 активных масел от 100 рецептов красоты. У меня есть такой здесь, есть на работе. И мне он не очень нравится. Хотя вот по составу, как видите, здесь 7 масел и оливы, и персика, миндаля, подсолнечника, кукурузы. Чем мне нравится? Мне нравится текстурой. Очень нравятся всегда их упаковки. Так они аппетитненько все рисуют, что хочется купить. Был у меня с лавандой крем от 100 рецептов красоты. Вот он мне подошел. Здесь просто вот по ощущениям не мое. Как-то в наборе покупала вместе с бальзамом для губ. Был бальзам для губ от Ньютраджина. И был вот этот крем для рук быстро впитывающийся. Я такой человек-обезьянка. Я если вижу что-то вот бывает, нет у меня того, чего я хочу. И вот я у кого-то что-то увидела. Вот увидела у коллеги такой крем. И мне сразу стало надо. Вот бывает у вас такое? У меня такое бывает. Мне сразу стало надо. Я нашла по хорошей, кстати, цене, по-моему, в подружке. В общем и целом, мне этот крем нравится. И по текстуре, и по отдушке. По-моему, он не очень бюджетный. И где-то я прочитала в каком-то таком блоге про органическую косметику, что какие-то не очень хорошие оценки в плане состава. Я вам вот так вот покажу. Если кто разбирается, скажите, что не так. То есть вот это меня как-то насторожило. Я не особо придаю вам, честно сказать, вот так. Каким-то там, то есть не особо даже знаю, на какой компонент надо смотреть. Вот мне захотелось и купила. Мне, в принципе, все в нем нравится. И очень понравился вот этот бальзам для губ. Такой сладенький. Так губочки смягчал. По-моему, я вам его показывала. Крем. Бархатные ручки ночной. С протеинами шелка и эластином маслом ши. Питатель ночной. По шкале насыщенности. Текстура у него четверочка. Да, он действительно будет поплотнее, пожирнее, чем классические бархатные ручки. В принципе, мне крем этот нравится. Я вот ровно за что его люблю, за то и не люблю. То есть я бывает прям скучаю по вот этому аромату крема бархатной ручки. Он мне нравится. И бывает, что он мне просто надоедает. Потом какое-то время мы пережидаем. Успеваем по друг другу соскучиться. И я приобретаю. Из плюсов мне нравится текстура. Мне нравится отдушка, нравится комфортное ощущение. Мне нравится отдушка, мне нравится цена. Поэтому периодически я приобретаю разные эти кремики. Далее покажу вам две такие рабочие лошадки. Замечательный крем-масло для рок-экспресс-увлажнения от Фитокосметик серия Народные рецепты с маслом миндаля, соком алоэ, экстрактом зеленого чая. Вот этот крем-масло продается в фикс-прайс, либо я покупаю на сайте, когда делаю заказ. Это замечательное средство и имеет пролонгированный эффект. То есть вот эти кремики все, они практически все. Вот помыл руки и после следующего мытья хочется опять нанести средство, потому что чувствуешь стянутость, такую сухость, некоторую стянутость. То вот эти средства я поняла, насколько они действительно имеют какое-то, как-то сохраняются свойства и ощущение комфорта очень дарит надолго. Я также пользуюсь из этой серии и из второй, которую я вам покажу, кремами для лица. И также весь день у меня комфортное ощущение. Многие, то есть здесь тоже мнения разделились, кому-то он очень нравится по текстуре, но не нравится его аромат. Здесь такой достаточно классический аромат средств фитокосметик с такой некоторой сладостью, с некоторой такой растительной ноткой. Мне этот аромат нравится. Эта одушка мне нравится. Но я также слышала мнения девчонок, которых очень не уважаю, им категорически не нравится. То есть здесь просто вопрос восприятия, да, опять же, как, может быть, это какие-то личные, да, как бы своя кожа так реагирует на какой-то компонент. В общем, мне нравится все в этом креме. Крем масла Экспресс Увлажнение. Легкая нежная текстура. Действительно смягчает, повышает упругость, эластичность, разглаживает. Я действительно вижу эффект. И вот именно в этом у нас масло миндаля, сок алоэ вера, экстракт зеленого чая. Девчонки, у меня вот, я смотрю, заканчивается здесь карта памяти. Если что, у нас с вами будет две части, скорее всего, потому что я вам показала только примерно половину. Вот думаю, этот покажу кремик, и у нас с вами будет вторая часть. Если я не попрощаюсь, то не обижайтесь, я вернусь к вам во второй части видео о кремах для рук. Итак, Аквакрем народный рецепт и фитокосметик на термальной воде Камчатки. Как видите, здесь написано увлажнение 24 часа. Именно этот крем называется интенсивное питание. Здесь масло виноградной косточки, прополис и пантенол. Девочки, очень мне нравятся вот эти кремы для рук и из этой же серии кремы для лица. Я их использую как для лица, я имею в виду, как основу под макияж каждое утро. Здесь у нас действительно такая текстура приятная. То, что здесь есть термальная водичка, хорошо питает, насыщает питательными веществами, восстанавливает, дарит нежность, не оставляет жирной пленки. Это действительно так. И эффект вот тоже у него пролонгированный. То есть вот эти вот два кремика я повторяю из раза в раз. Единственное, что они бывают разные. Бывают вот это питание, бывают увлажняющие, бывает это увлажнение, бывает такое питательное. Разные, соответственно, активные компоненты. Но средства просто потрясающие. Они стоят бюджетно. В фикс прайсе они стоят 50 рублей и объем 45 миллилитров. Это, повторюсь, рабочие лошадки. Вот именно эти средства я покупаю из раза в раз. Я вижу, что время заканчивается. Мы с вами увидимся во второй части видео о кремах для рук. Спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что оно было интересно. Посмотрим, запомним, что было в этой части, о чем я вам рассказала, свое мнение и впечатление. И жду вас во второй части. Не переключайтесь!